Всем большой привет и я вас сегодня категорически приветствую на обзоре кофеварки за косарь Примерно средняя цена пачки среднего кофе за килограмм И сразу хочу сказать, вырублена она, конечно, топором Тут вопросов нет, мы вам все продемонстрируем Это чувствуется, что здесь сильно экономили на пластике Но есть два момента, которые позволяют делать обзор дальше, а не закончить на этом Первый очень важный момент заключается в том, что не царя, а то, что она вырублена топором И эстетика не самое сильное ее свойство У нее есть положительный момент, этот пластик не вонючий То есть это обычный нормальный пластик, просто, скажем так, криво обработан Это во-первых А во-вторых, дело в том, что она прошла проверку уже боем И она была в той же ситуации, что и Китфорд 733 После нашей свадьбы, когда мы с друзьями отмечали в коттедже два дня Она вместе с тем самым Китфортом была как раз брошена на амбразуру Мы заодно тестировали ее И что могу сказать? Она все проявила очень неплохо, но более того, у нее есть очень интересный момент Если я вам сейчас покажу кнопку включения и покажу дизайн кофеварки А я потом покажу несколько дизайнов Китфорта, например Вы увидите, что в принципе очень напоминает один и тот же завод Как оно того и есть? Завод у них реально один и тот же Так что же у нас по кофе? И почему все-таки я решил ее купить? Причем я не планировал, я был в Ашане, покупал продукты Увидел ее, увидел ценник и такой Увидел кнопку и такой подумал, что очень похоже на Китфортов завод, который делают для Китфорта Давайте поговорим о том, как здесь готовится кофе Итак, приготовление кофе Несмотря на то, что у нас, что заметил, в том числе Никита его зауновала Не совсем друг над другом находится вот этот капля стоп Который должен, по идее, когда вы ставите в чайник, подниматься наверх сильно И находиться прямо вот по центру Он находится не по центру Но чайник его достаточно поднимает, чтобы наливалось все нормально И вокруг не проливалось То есть здесь нигде кофе не пролит Это во-первых Второй момент Мои подозрения о том, что это один завод, они подтвердились По части приготовления все одно и то же Пролив происходит неплохой Воронка появляется с небольшим углублением И особенность по сравнению, например, с Мелитой или с тем же сам Филлипсом Только в том, что температура у нас чуть более горячая Либо она больше скачет в сторону, так сказать, в более высокой температуре И приходится подстраиваться помолом То есть особенность, например, такая же, как у Китфортов Приготовление кофе У нас сейчас особенный кофе Он был очень неплохо Эфиопики Бедемара на Мелите Но на Мелите мы регулировали пролив У нас был не только по центру А второй моментик заключается в том, что там пришлось увеличивать помол От стандарта И, возможно, мы сейчас получим переэкстракт Потому что обычно там, где 20 щелчков Вот на этой молке Для Мелиты На этом было 25 на Китфорте А сейчас, получается, у меня здесь 22 Но 27-й, по-моему, мне кажется, слишком крупноватым Поэтому я поставил 26 Давайте попробуем Неплохо Я не скажу, что это прям вкусный кофе Но у нас открыта пачка уже 2 недели Это открыта наша пачка И второй момент Что я бы, наверное, поигрался еще с помолом Но дадим остыть Потому что и раздадим у нас здесь трое Сегодня у нас с вами Володя Вот Мне кажется, на остывание он будет очень даже неплох Итак, продолжим разговор про эту кофеварку Помните, я сказал, что он вырублен топором, как бош? Да И если мы сравниваем даже с Китфортом за 2000 рублей Ну, Китфорт за 2000 рублей, по-моему, собран более эстетично Если сравниваем с Китфортом за 3000 рублей Там вообще божественная разница А если уж сравниваем с типа Филипсом или Мелитой То, конечно, качество вот срезов, вот этого всего Оставляет желать лучшего Давайте будем честными Правда, здесь есть огромный плюс Если я сломаю колбу, я не буду ее искать Нафиг я куплю новую кофеварку То есть, помните, вот тот случай, когда колба стоит как половину кофеварки Здесь она стоит дороже кофеварки Поэтому, ну, приятный бонус В какой-то мере И по приготовлению от Боша здесь есть сильное отличие Несмотря на то, что у Боша был тоже ужасный пластик Они, в принципе, у меня стоят на новом уровне По качеству сборки корпуса То есть, я бы одинаково не хотел бы их получить на подарок Ну, вот для себя, для работы я бы купил, кстати Или просто на сдачу Вот То Качество приготовления Бош остается посередине Если помните, у нас в Бош оба раза Помимо того, что у него кофе получался У него невкусный, под разными настройками Так он еще был, в общем, таким ступенчатым Воронка получалась у нас ступенчатая Потому что пролив был очень сильный по центру Прям вот двумя, двумя такими каплями Здесь идет такое круговое все равно Хоть и по центру, но душеобразно И дает наполняться Ну, примерно точно так же, как было и в Китфорде Приготовление, поэтому Здесь с этим все нормально То есть, он готовит примерно так же, как милитин На максимальной насыщенности То есть, этого регулировки нет, но цена 990 рублей И, в принципе, он соответствует всем основным Дешевым капельным кофеваркам, которые можно отнести к неплохим Из разряда того, что там у Китфорда, Полярис и так далее То есть, вот именно капельная кофеварка Зачастую эти компании бывают очень даже неплохие Ну, потому что они покупают на одном заводе Который может сделать неплохо Более того, чисто внутри технически По всем показателям приготовления они одинаковые Может быть, там есть какое-то легкое отличие в количестве ватт Чуть-чуть другой производитель нагреватель термоблока Мы не будем сейчас разбираться Я говорю просто по вкусу По вкусу они идентичны То есть, все отличие, добавляя вот таких кофеварков в лишнюю тысячу рублей Вы сильно добавляете в качестве сборки А если вы не тот человек, которому это так сильно важно Можно неплохо сэкономить Причем, сейчас на данный момент Вот, по крайней мере, в интернет-магазине Ашана Там далеко не все их продукты есть Данной кофеварки нет Но есть еще две По 990 рублей Причем одна из них более качественно собранная Она о том, что как Китфорд продается за 2200 Это самый низ Но при этом, когда я покупал, он был без акции То есть, это была его нормальная цена Интересно И если спросите, стоит ли он этих денег Безусловно, стоит, потому что Это получается неплохой продукт Но давайте мы попробуем на остывании И поговорим дальше о кофеварке Несмотря на все мои опасения, получается довольно-таки неплохо Он очень напоминает, знаете, напиток ягоды с корицей Вот, со специями Типа глинтвина, но без алкоголя Без алкогольного привкуса Очень вкусно Слушайте, для кофе, который обжарен в Омни А не в фильтр И который две недели открыт Если честно, немножко на шару заварен на данный момент Это неплохо Ну, офигенно Почему неплохо-то? Ну, офигенно я бы пока не разбрасывался Но это очень хорошо Для горячей, для на горячую лично, мне очень нравится Ну да, мы еще дадим ему остыть И понимаете, вот я как-то выпускал ролик об этом Говорю, что в капельных кофеварках Если, конечно, вы купили и не воняет пластиком Потому что есть у нас до сих пор производители Которые делают, знаете, из такого особенного пластика прекрасного Вот Это, конечно, трешак из-за шквар Но если мы туда не смотрим То, в принципе, да За 990 рублей в плане приготовления кофе Это хороший продукт Потому что, в отличие от Боша Бош слишком важный Да и у Тефали меня тоже, если честно, немножко подрастроило Как было Вот, получалось В отличие от Боша У нас здесь Ну, у них есть стандартная вот эта схема пролива Стандартная скорость, да, пролива И, в принципе, это позволяет получать хороший кофе Однако, давайте будем честными То есть, если по качеству кофе Данная кофеварка вообще никаким образом не уступает аналогам к Китфорту Которую мы и разыгрывали Которую мне вообще не стыдно То есть, было разыгрывать Потому что реально неплохой продукт То вот в плане сборки Вот я говорил, что он вырублен топором Но давайте акцентируем на некоторых моментах внимания Которые не просто, так сказать, внешне не очень привлекательные Но и которые вызывают парочку вопросов Потому что, да, цена все-таки сказывается То есть, нет таких чудес, что у вас за 990 рублей Будет точно такая же кофеварка, как за 3000 с этого же завода Не просто так здесь Я акцентирую на одном заводе Итак, одна из таких дурацких особенностей заключается в том Что этот фильтр, ну, совсем плохо сходит В том плане, смотрите, вот сейчас он у нас стоит, да Чем не совсем даже ровно Ну, не мешает ему готовить, хорошо Я ставлю чайник Как видите, он идет, кстати, он у нас более-менее совпал на этот раз Он идет вот наискось наверх И сильно подпружинивает И казалось бы, что в этом такого, да Ну, ладно, окей, мы же закрываем крышкой Но фишка в том, что крышка довольно-таки легкая То есть, она вот видно, что она не совсем до конца закрывает Подпрыгивает как будто Ну, вроде как, ни о чем не сказывается Но просто я такого не замечал на других кофеварках На других кофеварках, став ставленным чайником, все равно нормально стоит Либо стоит, либо, если чуть подпружинивает, она стоит параллельно И закрывается намертво крышкой А здесь есть такая вот разболтанность Вторая разболтанность очень напоминает Башовскую Это вот эта часть Давайте смотрим на определенные вещи Смотрите Видите, вот этот, как он уходит Как он легко деформируется Да, вот если мы доплачиваем тысячу рублей С этого же завода под разными брендами Это кофеварка уже вот таким вот качеством пластика не будет Но он все-таки будет более толстый Не такой мягкий, не такой легко деформируется Потому что я понимаю, что я могу Я довольно-таки слабый физический человек Давно ничем не занимался Вот если я сейчас сожму, я его сломаю Он треснет Я это чувствую Ну вот просто То есть это если я смогу сделать То какая-нибудь хорошая тряска в машине Ну не знаю, короче В целом есть такая проблема Будет ли она как-то прям настоящей проблемой? Скорее всего нет Мало вероятно, при которой это может произойти Но это все показывает качество сборки Итак, почему мы приходим к выводу? Во-первых, то, что Bosch за 2000 еще хуже Потому что он кофе готовит говно А это основной показатель По-настоящему для меня лично То, что там все было вырублено топором Были заусенцы, было плевать Но Bosch даже не смог сделать нормальную по форме воронку Мы, я помню, угорали во время этого ролика Да, кстати, в подсказках, в описании это все будет Вы посмотрите этот большой тест Тефали, Филипса и Боша Кстати, вот Филипс там проявился хорошо А вот Bosch В теории, конечно, из Bosch можно вытянуть более качественный кофе Но вот количество сортов, которые будут прощать Вот эти косяки Bosch, гораздо меньше По выводу, за 990 рублей можно купить хорошую кофеварку Даже без каких-то больших акций Более того, на данный момент Компании Ашан, по крайней мере, в тренд-магазине Проводят акции на две вот эти кофеварки Если белая, она была в тот момент, когда я ее покупал тоже по акции И я, насколько помню, сильно она не лучше в качестве сборки По крайней мере, вот память 4 месяца назад, когда я помню внешне Они примерно были одинаковы по качеству сборки Но вот внешне та была богаче То вот та, которая другая, с металлическими И которая с таймером Вот она продается в том числе и как Kidford Правда, за 2 с чем-то, 1000 И она очень напоминает мою 719, которая здесь стоит И есть большая вероятность, что там качество пластика лучше И если так, то за 990 рублей вы можете купить еще более качественную Чем эта кофеварка внешне Ну, потому что, хотя еще более качественная, наверное, внешне это звучит С учетом здесь немножко смешного Но суть в том, что, да Если мы не будем обращать внимание на внешние данные Потому что, давайте будем честными Если вы покупаете кофеварку за коса Вы еще пойдите в кронологу, начните выпендриваться насчет внешнего вида То же самое здесь Самое главное, что она выполняет свои функции качественно Точно так же, как в Renault Logan Вам плевать, как он выглядит Но самое главное, что он вас возит, не ломается Здесь он нормально готовит кофе То есть здесь можно вкусно приготовить кофе И при этом он стоит недорого И не надо как-то супер как-то возиться с этим То есть главное его отличие заключается в том От, например, именитых мелиты В первую очередь в том, что нам настройка помола требуется крупнее Чем для аналогов от Philips или от мелиты То есть, к примеру, если у вас стандартная воронка Здесь начинается стандартный рецепт 20 щелчков Я, например, именно ее сейчас покажу То для данной капельной кофе-варки желательно попробовать 24-25 Как стандартный рецепт И это нивелирует более высокие температуры, которые здесь она работает Вот так вот В принципе и все Да, как ни странно, за 990 рублей оказалось, что можно купить хорошую капельную кофе-варку И она была 4 месяца у Рашида Он ей пользовался, он был очень доволен На момент обзора я у него отнял ее Но дал взамен примерно такую же Кстати, от компании Китфорд И они, по-моему, вообще практически идентичны были То есть, самые дешевые То есть, ну, он тоже доволен, короче, жалоб не было Он тоже немножко поугорал по тому, что она как-то топором вырублена Но кофе он наслаждался А у него, напоминаю, есть вообще-то Аэропресс Который я ему тоже подарил И когда я ему предложил, а хочешь, я тебе кофе-машину подарю Он говорит, мне нравится сейчас капельная кофеварка И вот именно вот в этой капельной кофеварке ему это понравилось Вот такой кофе-фильтр Вот так вот Так что, когда денег мало, пить вкусный кофе все равно можно Ну что ж, я вас прошу, соответственно, если вы не подписаны, подписаться на канал Если вас интересуют недорогие кофеварки капельной от именитых брендов То ссылочка будет в описании на большой тест их Также, если вас интересует более качественная, там, средняя, там, в 3000 рублей кофеварка Тоже ссылочку я приложу на нее На одну из которых мы протестировали Также, на случай, если вас интересует недорогой качественный кофе Будет ссылка на кофе, который до 1000 рублей Который я считаю хорошим в целом для... Ну давайте будем делать такие подборки Я думаю, они будут вам полезны То есть я там нескольких обжарщиков докину с промокодом, чтобы было дешевле вам Поэтому подписывайтесь, если еще не подписаны Ставьте лайки И всем тем, кто поддержит нас на Boosty или спонсорстве на YouTube Мы всегда говорим огромное спасибо вам всем В общем, счастья, добра Пейте вкусный кофе, покупайте хорошую кофемашину Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok